Итак, друзья, как вы знаете, а может быть нет, в приложении Яндекс.Алиса есть автоопределитель номера, а он? Его можно включить. Так вот, Яндекс с сегодняшнего дня добавил новую функцию. Теперь он научил свой автоопределитель номера блокировать нежелательные вызовы. Итак, давайте вначале зайдем в настройки автоопределителя номера и посмотрим, как блокировать можно вызовы нежелательные. Соответственно, заходим, нажимаем на 4 квадратика внизу, заходим в определитель номера, дальше, друзья, включаем определитель номера. Теперь нам пришло сообщение о том, что у нас Яндекс не основной поисковик. Для работы определителя номера сделайте Яндекс основным помощником. Переходим в настройки, заходим сюда наверх и здесь вот выбираем Яндекс. ОК, назад, назад и разрешаем доступ, разрешаем. И вот, друзья, что у нас появилось теперь. Соответственно, Яндекс, российская компания, виджет во время звонков, чтобы определитель номера смог вам сообщить, стоит ли брать трубку ему специально, или ему нужно специальное разрешение. Значит, открываем настройки. И здесь вот у нас поверх других приложений. Так, еще. Показать системы процесса, поверх других приложений. Ну ладно, друзья. Пока здесь нажимаем подробнее. Так, определитель номера. Теперь, вот, все, я нашел, прошу прощения. Вот настройки определителя номера, прям в верхнем углу. И здесь мы можем уже настраивать. Смотрите, здесь у нас, смотрите, определять, кто звонил, стоит галочка. Скрывать звонки из адресной книги, значит, галочка не стоит. Оффлайн поиск, приложение загрузки номера, которое используют компании, чтобы вы сразу видели, кто вам звонит, даже без интернета. Использована память. Разрешить блокировку. Приложение Яндекс будет блокировать нежелательные звонки. Вот, а сделать Яндекс приложение для автоматического определения номеров и защиты от спама по умолчанию. Вот здесь вот ставим Яндекс. Вот, по умолчанию. Вот, и как блокировать звонки, сразу отклонять, либо заглушать. Ну, здесь уже варианты. Друзья, вот так вот, вот, собственно, так можно настроить теперь новую функцию блокировки нежелательных вызовов. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго всем, пока, до свидания.